Стартовала двухдневная конференция на базе Брестской центральной городской больницы. Именно сюда приехало порядка 180 докторов со всей области, а также их московские коллеги. Возможной встреча стала благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве. Данное учреждение, Московская клиника, подписало соглашение с нашим регионом о в дальнейшем сотрудничестве плодотворном по обмену опытом, знаниями, практическими наработками. Поэтому вот эта конференция – это как первый этап нашего сотрудничества. В центре внимания участников проблемы офтальмологические и кардиологические. Именно с этих двух тем, как наиболее актуальных, было принято решение начать диалог. Однако в будущем планируется наладить общение и по другим направлениям. Обмен опытом в лечебном деле – важная часть совершенствования и профессионального роста. Мы, в принципе, работаем в одних и тех же гэдлайнах, мы работаем под ним и тем же протоколом. Вот нас интересует опыт. Все-таки российский опыт, конечно, колоссальный, есть чем учиться. Это, можно сказать, еще и советский опыт. И у нас имеется великолепная, вот о чем, я думаю, мои коллеги скажут, база и очень большие вложения, которыми они впечатлены, в том числе и в Брестской области по развитию межрайонных центров высокотехнологичных. И, конечно, им есть что нам рассказать, а у нас есть чему поучиться. Из Москвы приехали ведущие специалисты доктора с именем белорусским коллегам. Они расскажут о наработках, а также своем видении ситуации в борьбе с кардиологическими и офтальмологическими патологиями, к примеру, в части лечения глоукомы и аритмии. Планируется поделиться не то чтобы опытом, а по сути опытом реализации международных каких-то рекомендаций у себя в учреждении, как мы делаем, исходя из того, что, исходя из современных требований, лечения инфаркта миокарда, острых состояний, в основном, тромбоэмболии. Ну, а перенять опыт – это посмотреть организацию работы той же ангиографической службы, эндоваскулярных хирургов у вас, посмотреть устройства, фартной службы. В первую очередь, это общая мировая проблема – это глоукомы. Потому что глоукомы идут на первом месте по слепоте, где-то дают человеку от начала заболевания 10-15 лет зрячей жизни. И пока во всем мире справиться с этим не могут, основная задача – это правильный подход не только к лечению, но и к выявлению. Российские врачи выразили уверенность в том, что подобные мероприятия – дорога с двусторонним движением. Им тоже будет чему поучиться у белорусских коллег. К слову, уже в ближайшее время брещан будут ждать в Москве с ответным визитом.